Глава девятнадцатая Книги Пророка Исаии Пророчество о Египте Вот Господь восседает на облаке легком и грядет в Египте, и потрясутся от лица Его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством, и дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям и к вызывающим мертвых и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Савоов. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут, поля при реке по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние, и будут в смущении обрабатывающие лен, и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так, обезумели князья Цуанские, совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону, я сын мудрецов, сын царей древних, где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Савоов определил о Египте. Обезумели князья Цуанские, обманулись князья Мефиские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Савоова, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Савоова, которое он постановил о нем. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Савоовом. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу, упределав ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Савоофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И явит Господь себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирьянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию, благословение будет посреди земли, который благословит Господь Саваоф, говоря, благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассирьяне, и наследие мое Израиль. Продолжение следует...